Добрый день, мои дорогие друзья! Вот и пролетела осень, и не за горами уже и зима. На даче у нас температура воздуха ночью уже опускалась ниже нуля градусов, и шел снег, так что можно готовить розы к зимнему сезону. Ведь хорошая зимовка роз – это залог их прекрасного цветения в будущем году. Вернемся ненадолго в лето. Вот так выглядела розарий и его красавицы. Их у меня 135, и очень хочется, чтобы они хорошо перезимовали и снова радовали своим цветением. А это клумба с 10 малышками сангриями. Как же они ярко и красиво цвели летом! Для профилактики черной пятнистости и других грибковых заболеваний я удалила с кустов все листья, чтобы они под угрыдьем не загнили и не заразили гнилью другие розочки, и затем обработала кусты фунгицидом. Также можно присыпать вокруг куста древесной золой. Нужно ли окучивать розы в зиму? Тут все зависит от почвы. Если она рыхлая, то можно. Ну а если тяжелая и плотная, то лучше не стоит. Бывает, что после окучивания такой землей побеги задыхаются без воздуха, начинают чернеть и гибнуть. А вот если место прививки роз находится выше уровня земли, то тогда стоит окучить куст. В этом году одиночные посадки я объединила в общей розарий. Поэтому укрывать такие розы, растущие в групповых посадках, проще, чем одиночные. Плетистые розы я пригибаю, а остальные обрезаю на высоту укрытия. Укрытие я буду устанавливать на дуги, при этом для жесткости я их перекрещиваю между собой. Получается вот такой тоннельный каркас. А для надежности в местах перекрещивания дуг я использую вот такие строительные хомутики. Укрытие желательно проводить в сухую погоду до выпадения снега. Для зимнего укрытия я использую двойной спонбон плотностью 60. В этом сезоне я хочу попробовать новый укрывной материал. Называется он Агротекс. Выполнен из нетканного иглопробивного материала. Он идеально дышит. Для надежного укрытия роз, отморозов, резких перепадов температуры, ледяных дождей. Также предотвращает от солнечных отжогов. Материал не гниет и не деформируется. Плотность его 200. Так что использую его в укрытии на одном из своих розариев. Остальные укрою обычным спонбондом в два слоя плотностью в 60. Вообще растение хорошо защищает не сам нетканный материал, а воздушная прослойка между кустом и укрытием. Также отличным утеплителем служит толстый слой снега. Поэтому самое теплое укрытие для роз представляет собой прочный каркас, укрытый спонбондом. Ну, а сверху, чтобы было много снега. В этот раз в целях эксперимента между двумя слоями спонбонда я хочу проложить пленку, чтобы избежать намокания укрытного материала, но не до самого низа. Целиком ее укрывать нельзя, так как она не дышит и может способствовать выприванию роз. В завершении сверху я укладываю спонбонд вторым слоем и прижимаю кирпичиками или камнями, чтобы его не сорвало ветром. Можно, конечно, и пришпилить металлическими скобами, так я делала в том году, но у меня хватает камней, поэтому я не буду прорывать материал. Когда наступят устойчивые отрицательные температуры, я закрою торцы этого каркасного укрытия с двух сторон. Итак, самое главное создать в таком укрытии прослойку воздуха между розами и окружающей средой. Чем больше воздушная подушка, тем надежнее защита и меньше риск выпривания роз. На этой неделе, дорогие друзья, погода уже преподносила немало сюрпризов. То шел дождь, то хлопьями валил снег, а температура опускалась уже ниже 0 градусов. И из-за того, что погода такая нестабильная и непредсказуемая, я предпочитаю делать укрытие в конце октября и не дожидаться ноябрьских снегопадов. Лучше при плюсовой температуре при открытии укрытия, чтобы не выпривали розы, нежели потом их откапывать из-под снега и укрывать во влажном состоянии. А весной такое укрытие я буду снимать постепенно, в три этапа. Сначала для проветривания роз я открою торцы у этих тоннелей. Затем из них вытяну пленку. Позже сниму первый слой из панбонда, а затем и второй слой. На этом, дорогие мои друзья, все. Надеюсь, розочки хорошо перезимуют и будут летом радовать своим цветением. А вам спасибо, что были со мной. С вами была Ольга и ее молодой розарий. Редактор субтитров А.Семкин